Вообще это видео должно было называться «Я снова беременна» или «Мы ждем второго малыша». Я бы поделилась своей историей беременности, о том, как мы планировали, как узнали, как отреагировала Ева. Но по сути это тоже история беременности, просто закончилась она не совсем так, как мы ожидали. Оказывается, каждая пятая беременность заканчивается выкидышем или, другими словами, замирает. На этом могут быть разные причины, но чаще всего, в большинстве случаев, это хромосомные дефекты, инфекционные, иммунологические причины. Скажу честно, это видео мне дается очень непросто. Во-первых, потому что, наверное, я привыкла всегда быть вестником чего-то доброго, светлого. Во-вторых, было ощущение, что об этом хочется молчать. Потом я поняла, что если это видео может помочь хоть одной женщине, которая прошла через такое событие, не только женщину, а в целом родителей, которые через это прошли, протянуть руку помощи и сказать «Вы не одни», поддержать, то это не зря. Я собралась силами, описала в своей голове хронологически все, что с нами произошло, что нам помогло эмоционально и физически, и решила этим поделиться. И, наверное, логичнее всего начать с самого начала, с истории этой беременности, с того, как она начиналась, еще даже не начавшись, по сути. Как только я закончила ГВ с Евой, у меня наладился цикл. Да, я одна из тех везунчиков, которая всю беременность, всю лактацию не имела цикл. Поэтому, собственно, забеременеть в это время у меня чисто это было невозможно. Как раз, когда Еве исполнилось 2,5 года и цикл мой восстановился, мы подумали, что хотим, что готовы. Только надо вот посмотреть по анализам, проверить гормоны. Ну и, в общем, я как порядочная пациентка пошла к гинекологу на планирование беременности. По анализам было все супер, хоть в космос, хоть сейчас. Сейчас единственное, что мне сказали, это отключить голову, чтобы не зацикливаться на этом, что да, надо, или что мы очень-очень хотим. Просто продолжать жить своей активной жизнью, и все придет. Нам дали год, плюс-минус год на зачатие. И потом уже, если что, если бы не получалось, мы бы там уже что-то, как-то разбирались бы. И, как оказалось, ближайшие 3-4 дня после визита я забеременела. К слову, в Мексику мы летели уже вчетвером. Но, конечно, ни я, ни Денис об этом не знали. По прилете я поняла, что у меня есть небольшая задержка цикла, а у меня все всегда прям как по часам, день в день. Поэтому я так немножечко не поняла. Но решила, что смена часовых поясов, она дикая просто была, весь этот перелет, переезды, стресс для организма, и, наверное, это нормально. Я подожду 2-3 дня, и дальше уже посмотрим. Но вот прошло 5 дней, и все как-то тихо. Я решила сделать тест, но предвидя, что, вероятно, там положительный результат, я сделала это втайне от Дениса. Это было тоже так забавно. Мы с Евой пошли в магазин, у нас на территории нашего отеля был магазин, и единственный супермаркет какой-то. Я по-английски пыталась объяснить, что мне нужен тест для определения беременности, а меня не понимали. И отправили куда-то в область, где всякие салфетки, ну вот это вот все. На какой-то там самой дальней полочке лежала одна-единственная вот эта коробочка. Мы с Евой пошли делать тест. Еще она спрашивает, мама, что это за палочка? Я говорю, эта палочка покажет, есть у меня в животике малыш или нет. Надо было видеть лицо Евы, просто она просто молча пошла дальше. Не ожидала максимально такого ответа услышать. Хотя мы до этого с ней говорили о том, что беременные женщины, они носят малышей, что она была у меня в животике. Но просто она, мне кажется, не ожидала, что вот это произойдет у нас в семье. И видим мы две полоски. Это ничем не сравнимое чувство, абсолютное счастье. И с одной стороны, ты не веришь. Хотя как бы вот ты готовился, да, ты работал над этим, но каждый раз это все равно неожиданно. И это невероятно. Здорово очень проживать эти эмоции. Даже сейчас, зная, как все закончилось, я понимаю, что тогда я была по-настоящему счастлива. И эту историю я не хочу вычеркивать из памяти. Я начинаю сразу же в голове считать, когда, что, как произошло. И понимаю, что уже, скорее всего, неделек пять. Это высчитывается как раз по циклу. Мы только что с Евой купили в магазине Гравикс. Надо пойти в себя. Надо подумать, как я скажу об этом Денису. Я сейчас буду орать в море. Просто орать. Я буду мамой. Я буду мамой второй раз. У меня сразу столько в голове. У меня сразу такое, когда будет день рождения. Я уже посчитала, что примерно в середине октября. А хватит ли моей любви на двоих? Ну, конечно, хватит. Я как бы не думаю, что она заканчивается в какой-то момент. Просто. В общем, все. У меня уже в голове каша. Ну, я счастлива, конечно. Сейчас осознавать, что я уже не одна. Представляете, тут уже кто-то есть. Вдруг мальчик. У нас будет и девочка, и мальчик. А вдруг девочка у нас будет. Тогда две девочки. В моей семье так и получилось. Это я и моя сестра. А вдруг двойняшки. У меня есть предрасположенность. У Дениса есть предрасположенность. У нас есть хорошая предрасположенность. Я понимаю, что я не хочу просто Денису вот так вот вручать, да, спокойно. Хочется как-то это сюрпризом сделать, чтобы он не ожидал. Но в то же время подготовку на какие-то там торты делать, что-то там с кем-то договариваться. У меня вообще не было энергии, потому что мы приехали, началась акклиматизация. Точнее, это была не акклиматизация, а перестройка режима, когда ночью ты хочешь бодрствовать, а днем ты хочешь спать. И мы как сонные мухи, у меня вообще не было сил, чтобы все это осознавать. Но, надо сказать, чувствовала я себя прекрасно. Никакого токсикоза, ни сонливости, ни усталости какой-то вот чрезмерно. Единственное, что я там нашла, это какой-то маленький мешочек белый, какой-то бархатный. Я не помню даже, из-под чего он был. Я положила туда тест и евиными фломастерами нарисовала разного цвета сердечки. Синий, розовый, синий, розовый. Я думала, это как-то Денису намекнет на уровне еще даже упаковки, но не особо. Мы сели ужинать в этот день, и я поставила камеру. Говорю, что это мне для влога надо будет, просто поснимаем. Но на самом деле, конечно, я хотела снять его реакцию. Это было очень смешно. Я очень рада, что это все сохранилось, потому что как можно иметь уже ребенка и не понять, что это тест? Как выглядит тест? Я бы тебе кончила, что ты делал бы. Ее, мне? Да. Это мне? Да. Что это? Ты мне дашь палочку? Спасибо. Это палочка. Это кисточка. О, да. О, я. Это что, тест? Это еще две штучки? Откуда? От иисуса. Как круче. Вот тут уловитые. Я скоро сейчас... Скоро все начнется в садовом. Помнишь, что мама рассказывала, что у тебя когда-нибудь с ребенком или братиком? Нет? Не помнилась? Это у мамы сейчас в животике ляля-яля. Ну ладно. Представляешь? У меня ляля в животике сейчас. Ляля. Мама-мама-папа. Сразу же в голове тысяча мыслей. А что? Это вот ему уже родители двоих. А вот когда родиться? А, понятно, где-то в октябре уже посчитали. То есть, получается, мы уже переедем в новую квартиру. Интересно, Ева будет так же относиться к нему или к ней, как сейчас ко всем детям? А она очень ревниво относится ко всем детям. Я была очень рада, что это бы произошло позже, в плане, что она бы подросла еще хотя бы немножко. Кстати, что касается именно Евы, когда она узнала, что в животике малыш, она не пропускала ни дня, чтобы его не потрогать, как-то там не послушать. Она ушком любила прижиматься. Она сказала, что там девочка. Потом она сказала, что там две. Мы скачали сразу же приложение, которое еще с первой моей беременности. Я использовала «Беременность плюс», по-моему, называется. И там прям прикольно. По каждой недельке можно видеть, как развивается малыш, что у него происходит. Ну, примерно, да, как мама себя в этот момент чувствует. Вся вообще в целом Мексика была под одним большим вот таким эмоциональным всплеском, да, от этой новости. И поэтому, собственно, если вы заметите, весь влог из Мексики, он вообще не активный. Ну, то есть мы не поехали на какой парк аттракционов, хотя он там был очень такой экстремальный. Мы нигде особо прям не катались. И он такой, знаете, спокойный, семейный, аж непривычный. Я не хотела никому рассказывать из родственников по телефону и друзьям тоже, потому что это такая новость, когда ты хочешь вот ее вживую разделить. Как вы будете обниматься? Вот эта энергия, она такая ценная, что мне не хотелось ее терять. Я была готова подождать месяц, чтобы всем рассказать уже вживую. И это была, получается, вот на этот месяц это была такая маленькая наша тайна. Хотя вот был один случай, я была в шоке, честно. Это какая-то невероятная связь. Мама у меня на каких-то вибрациях живет, потому что как только я узнала, что я беременна, об этом узнал Денис, да, вот этот день прошел. На следующий день мы с мамой созваниваемся по видеосвязи. Я показываю там Еву, мы гуляем, лицом не выдаю никакую эмоцию. И просто мама на меня смотрит такая, Саша, у тебя с организмом никаких изменений нет? Я говорю, ну как бы смена часовых поясов, мы может быть мало там плохо спим как-то, может лицо пухло после переезда или что, синяки под глазами. Я говорю, ну так в целом чувствую себя хорошо. И мама такая, а ты случайно не беременна? Мама у меня эти три года вот эти не спрашивала ни разу вообще в жизни. И самое главное, что я не хотела по видеосвязи об этом говорить. Я просто начала уходить от ответа, смеяться, говорить, мам, ты сейчас почему как? Она говорит, ну как-то у тебя нос расплылся немножечко, как во время беременности Евой. Смотрю на свой нос, ничего не вижу, Денис тоже ничего не видит. В общем, я как-то увела все это в шутку, что типа нос, мам, ну смешно. Не знаю, догадалась ли мама в этот момент, потому что я очевидного нет так и не сказала. Я просто ушла от ответа и начала показывать Еву после этого. И уже по приезде домой мы рассказали всем лично. Это была примерно по нашим подсчетам девятая неделя. И как раз мы хотели прилететь, я спокойненько бы пошла к гинекологу, встать на учет, ну в общем все вот эти мелочи. Ну и тут начинается круговорот событий не самые приятные. Вот эта глава приятная, которая началась в Мексике, она там в принципе и закончилась. Я пришла на девятый по подсчетам нашим по девятой неделе к гинекологу. Мы все посчитали, да, подтвердилась примерно девятая неделя. Меня спросили про мое самочувствие, про витамины, которые я пью. Затем врач предложила меня быстренько посмотреть на УЗИ. То есть не как отдельный визит, а просто быстренько померить миллиметры малыша, соотнести с неделей. И вот уже тогда зерно в сомнении и какой-то тревоге у меня поселилось, потому что когда мы пошли на УЗИ, она сразу сказала, а, ну тут не девятая, конечно, неделя, неделька шестая. Я такая, ну под всем подсчетом у нас не шестая. Она это нормально абсолютно преподнесла. По подсчетам может быть и не так, да, организм-то умнее. Говорит, сердцебиение я пока не слышу, но на этой неделе это как бы нормально. Может быть мы и не слышим, давай подождем нормально недели две. И ты сходишь на нормальное УЗИ к врачу-УЗИсту, который на этом специализируется, именно УЗИст по беременности. И на хорошем аппарате, где точность сердцебиения на этой неделе уже услышится. Мы все проверим, померяем. Самое главное, что она спросила, чувствую себя я хорошо. Потому что любая угроза беременности сопровождается чаще всего кровенистыми выделениями. То есть это как бы такой явный показатель, что что-то не так. Это происходит не у всех, вот у меня такого не произошло. Это так можно заподозрить, по крайней мере. Ну и, конечно, плохое бы самочувствие мамы как-то намекнуло. Это была бы, может быть, слабость, головная боль. Может быть, температура поднималась бы просто так. На этом этапе еще было все более-менее нормально. Я особо не переживала, действительно жила своей жизнью. 24 февраля мир переворачивается у всех. Я начинаю невероятно нервничать. По 10 тысяч раз в день смотреть новости, социальные сети, то, что мне пишут, что происходит в мире. И самое страшное, что эти дни я о ребенке думала меньше, чем о том, что происходит, а что нас ждет, что будет. Я могла весь день как будто быть в делах, в этих мыслях. И вот так вспомнить, так, я же вообще беременна, а как мои мысли сейчас влияют, интересно, а что вообще происходит. Два дня таких прошло. Два дня, когда я просто вот в море событий, у меня нарушился сон. Я максимально пыталась фокус внимания все-таки туда сворачивать, да, то есть как-то на то, что у нас сейчас происходит, на то, что вообще-то в нашей семье. Сейчас невероятные изменения, и мне бы туда свою энергию направлять. И именно в тот момент я поняла, что мне нужна помощь психолога, об этом я вам рассказывала в каком-то предыдущем видео, не знаю. Окей, когда я не справляюсь просто сама. Окей, когда я не справляюсь со своими эмоциями. Мы можем много плакать, мы можем переедать, мы можем не спать и бла-бла-бла. Но когда в тебе живет другой человек, простите, это уже безответственность. Я так самой себе сказала, я сейчас не кому-то это говорю, а это я самой себе говорила, что это безответственно. Это безответственно, это токсично для него, и он вообще этого сейчас не хочет. Он хочет чувствовать безопасность мамы, присутствие здесь, да, мы вынашиваем целую жизнь. Что она здорова, что она уверена в себе и в нем, и может это ему все передавать. Сеанс мне помог, у меня более ровное стало самочувствие. Я действительно сместила фокус на жизнь, на то, что сейчас происходит с моим телом, с моим организмом, в моей семье. И вот как раз подходило время к тому самому УЗИ. На это УЗИ мы хотели пойти все вместе. Я не знаю, с чего у меня была такая мысля, потому что это не особо интересное УЗИ, знаете, когда там уже большой малыш, он шевелится, и ты можешь что-то посмотреть. Но мне очень хотелось пойти туда и с Денисом, и с Евой. И я всех так собрала, говорю, давайте мы все вместе поедем. Но благо распорядилась так судьба, что подъезжая к клинике, на парковке не было места. Не было места, нормально, чтобы припарковаться. Я уже понимала, что вот через 10 минут начнется мой сеанс. Я не хочу опаздывать. Самое главное же мне там быть, да. А Ева с Денисом как бы уже могут, если что, догнать. Я говорю, все, меня выпускайте, я пойду, а вы как уже тут найдете место, так бегите. Я иду, поднимаюсь на нужный этаж, мне звонит Денис, говорит, место так и не нашлось, я решил Еву маме завести, моей маме. Потому что она там живет через дорогу буквально от этой клиники, и можно было припарковаться у дома бабушки. Ева вспомнила, что это дом бабушки, говорит, я хочу к бабушке. И, в общем, он говорит, я проще ее там оставил, а сам иду к тебе. Я так расстроилась, думала, ну вот, Ева не увидит. Как же хорошо, что все случилось так, потому что весь сеанс мы рыдали, и были просто абсолютно бы не поддержкой Евы. И она бы, я не представляю, что бы она там делала. Мне смотрят датчиком через живот, ничего не видно. Хотя на такой неделе, по подсчетам, уже должна быть десятая неделя, там у малыша уже ручки, ножки. Его хорошо видно, сердцебиение точно слышно. И мне говорят, что ничего хорошего. Подача информации. Топчик. Тут никакая не десятая неделя. Шестая сердцебиение? Нет. Все очень так грубо, так сухо. Я понимаю, они не обязаны, вообще не обязаны. Их работа сказать, что они видят, и сказать, что дальше делать. Но в тот момент мне так не хватило какой-то человечности. Благо, конечно, был рядом Денис, потому что это была моя опора. Малыша померили по миллиметрам, это была шестая неделя. И я так переживала в тот момент. Неужели это произошло из-за моих мыслей, переживаний вот в тот период? Потому что на самом деле, когда беременность происходит, и мама, например, неспокойна, и она не уверена в завтрашнем дне, организм действительно может решить так. Ну, нам беременность сейчас не подходит. Мать и так сама не знает, что будет дальше. Куда нам ребенка-то? Мы это можем даже не осознавать. Просто организм, благодаря гормонам стресса диким, которые мама испытывает, понимает, что сейчас не время. Но, оказывается, беременность замерла раньше. Раньше, чем вообще все эти события произошли. И получается, вот только мы вернулись из Мексики, примерно как раз на той неделе. Следующая фраза от врача. Ну, вперед на госпитализацию, на вакуум. Ну, вмешательство в организм, чтобы все оттуда убрать лишнее. Я, честно, вообще в неведении всего этого, не знаю, хорошо это или плохо, я просто... Что с первой беременностью, что со второй беременностью этой. У меня не было мандража того, что как бы ее хоть сохранить, хоть бы там было все хорошо. То есть какой-то особой бережливости такой, знаете, чрезмерной у меня не было. Я просто в доверии к тому, что происходит с моим телом. Я не заглядывала в сценарии негативные, редкие. А оттуда, как оказалось, это вообще не редкий сценарий, когда мне сказали, что каждая пятая беременность так заканчивается. Я открыла рот до пола. Чаще всего это происходит до 12 недели. И поэтому для меня вот эти слова, там, выскабливание, вакуум, что это... По их показаниям я должна была бы прямо сейчас куда-то ехать, чтобы из меня все достали. Денис такой рядом сидит и говорит, давай-ка мы у Доула еще спросим. Ладно, сейчас просто пойдем домой, подышим, погуляем. Я в каком-то просто трансе весь этот день сразу пишу Доуле. Доула это... Это невероятный человек. Поддерживает женщину в родах и после родов, да и вообще всегда. Моя Катя, она еще и специалист по грудному скармливанию, она и массажист, она знает очень много техник женских, делает женские правки, женские бани. У нас была встреча часа на 4, где просто все перевернулось. От состояния, да за что, почему я, да как так, да мы же, да я же. Я перешла в состояние глубочайшего принятия и доверия природе, доверия своему организму. Я не знала, что так быстро можно переобуться. Был какой-то очень мощный сдвиг парадигмы у меня в голове. И, наверное, именно благодаря этому я решила снять видео. Потому что, теперь зная, сколько женщин через это проходит и как грубо это бывает, какой травмой это для них оборачивается. Я хотела поделиться тем, что я узнала от своей светлой Доулы и, собственно, как у меня все и произошло. Во-первых, очень важно для меня было принять, что это судьба этого ребенка. Это его путь и это его выбор. Я должна его принимать. Точно так же, как я должна буду принимать выбор моего живого ребенка, которому будет 25 лет, и она резко вдруг скажет, я хочу жить в Америке. Я должна была бы принять ее этот выбор, потому что мы не можем всегда детей хранить возле себя и хотеть, чтобы они делали так, как мы хотим. И то же самое, то же самое, только на каком-то очень другом уровне произошло с этим ребенком, который выбрал такой путь, который выбрал такую судьбу, такую жизнь. Это вот такое мощное осознание, что ты здесь не должен контролировать все, как мы привыкли, как мы хотим, как мы делаем каждый день. Здесь ты не можешь это контролировать. Ты должен доверять, как бы сложно это ни было. Второе, это то, что твой организм умнее тебя. Твоего сознания, которое сейчас говорит, как же, почему же, что же. Мы не знаем, что было бы, если бы мой организм не отверг этого малыша. В том плане, что, вероятно, он был недееспособный. Вероятно, это произошла какая-то мутация. Это тоже про доверие к своему телу, к своему организму, что он умнее, я не могу его винить. Не имею права говорить, что с моим телом не так, что же с моим организмом не так, да какая я мама. Не надо, не надо туда уходить, это не тот путь. Мы очень много говорили про души. Мне как-то приятно в это верить и легче это переживать. Мы всегда, когда происходит подобное, когда ты встречаешься со смертью, ты начинаешь искать еще какие-то варианты. Искать поддержку, опоры. У многих просыпается любовь и вера в церковь, в Бога. Вообще неважно, что-то высшее. Это логично. Психика ищет поддержки и опоры хоть где-то, объяснения хоть где-то. Потому что, когда ты теряешь как раз тот самый контроль над ситуацией, ты понимаешь, что ты уже здесь не главный, ты не руководящий всем, что происходит в твоей жизни. А значит, есть что-то высшее, большее, чем ты. Я считаю, что все есть хорошо, если оно во благо тебе и не вредит другим. Если ты веришь в это, тебе легче через это пройти, во что-то поверив, так пусть будет так. И, конечно, мы поговорили о том, что же можно сейчас сделать. Катя сравнила роды и выкидыши, точнее, именно то, как он выйдет. Будто кесарево – это такая же операция, как вакуум, на который меня отправляли. А естественные роды – это естественный выход и отвержение твоим организмом то, что он решил отвергнуть. Вообще, у многих так оно и происходит. Все само выходит. Это могут быть обильные выделения, как при месячных, намного больше, чем при месячных. Сейчас, наверное, важно уведомить людей, если вам страшно, неприятно это слышать, то можно перемотать. Но да, это могут быть кровянистые выделения, очень обильные, с кусками тканей. Что-то похожее на самом деле, что выходит после родов в течение 40 дней у женщин выделения. Об этом многие не думают и не читают заранее. Но да, это происходит, и матка сокращается, возвращается в нужный размер. И здесь фактически происходит то же самое. За это время, за это небольшое время моя матка тоже увеличилась. Она тоже хранила в себе малыша. Мне хотелось, мне хотелось это прожить самой. Здесь очень важно, что я не хочу своей историей кого-то научить или кому-то рассказать, как надо, как правильно было бы сделать. Нет. Я чувствовала себя хорошо в плане физическом, в плане эмоциональном, понятно. А в плане физическом я потрясающе себя чувствовала. У меня не было температуры, у меня не было головных болей, у меня ничего нигде не тянуло. И я понимала, что я могу подождать. Условно говоря, если бы не было УЗИ в наше время, я бы не узнала того, что я узнала, то что бы я делала? Я бы просто дальше жила своей жизнью, думая, что я беременна. И в один день бы, возможно, все бы произошло само. Собственно, как и раньше, никто не ждал каких-то вмешательств. Я не говорю, что это плохо. Сейчас такие операции, в том числе и кесарево сечение, это великое изобретение и спасение жизни людей. Но иногда это бывает неоправданно. Иногда это бывает неоправданно. Как и в моем, в принципе, случае, когда меня просто отправили сразу же на госпитализацию, даже не спросив. А вообще-то, если ты себя чувствуешь, что хорошо, может быть, как бы подождем. Организм-то тоже умный. Может быть, ему полезнее самому избавиться от того, что нужно брать. С точки зрения именно здоровья, действительно, это был бы общий наркоз. Это была бы целая операция, это было бы внедрение в шейку матки. Она могла бы в дальнейшем стать менее сильной, менее крепкой. И, собственно, прямо показаний к тому, что прямо сейчас надо бежать и делать это, не было. Я была на связи с акушеркой, контакт, который мне дала моя Доула. То есть, со мной на связи всегда был врач. Она меня могла посмотреть, она меня спрашивала о том, как я себя чувствую. Она знала с точки зрения медицины, что, как происходит. Был такой план, что пока я себя чувствую хорошо, я жду. На этой встрече с Доулой мы сшили или связали, или как правильно, сделали куколку, в которую мы заключили душу этого малыша. Это какая-то славянская традиция. Ты, когда делаешь куколку, важно, что ты не пользуешься ножницами, все рвешь. И ты не режешь нитку, а ты ее над свечкой, над огнем разделяешь. Доула мне сказала, что пока ты не знаешь, что у меня там происходит, мы пока просто ждем, ты носишь ее у сердца. Если подтвердится то, что увидели на УЗИ, то будет церемония прощания. А если же вдруг все хорошо, то эта куколка будет оберег малыша, который родится. Можно дать ей весне поиграть. Почему вообще пошла речь о том, что, а вдруг все-таки все не так, как показано было на УЗИ? Ну, потому что, как минимум, мне не хотелось в это верить. Это понятно. Всегда мы услышали одно заключение, и хочется хотя бы у другого специалиста поинтересоваться, действительно ли так. Просто хотя бы на другом аппарате УЗИ посмотреть на то же самое. Я на самом деле очень рада, что я пошла на еще одно УЗИ. Это произошло бы на следующий день. Там, конечно же, не произошло бы какого-то роста, даже если бы малыш был жив. Мы бы не увидели изменения в миллиметрах. Была суть не в этом. Суть была в том, чтобы просто специалист, который впервые меня видит, не зная того, что заключил предыдущий врач, сказал бы. Я вижу это и это, да. Предыдущий мой УЗИст, врач моя, которая меня смотрела, это одна из лучших в городе. Одна из лучших, кто делает именно УЗИ. Она специализируется на УЗИ по беременности. А вот на следующий день я пошла просто на обычное УЗИ по беременности. Обычный врач. Эта женщина увидела то же самое, но она высказала свое предположение. Она говорит, ну вообще-то овуляция, которая происходит у женщин, у всех индивидуально, она у вас может быть очень сильно смещена. И может быть ваше зачатие произошло очень поздно. И сейчас действительно 6 недель малышу. То есть все это время мы опирались на цифры по циклу, которые происходят у женщины каждый месяц. Если опираться по этому циклу, то да, должна быть 10-я неделя, а у меня 6-я. Но мы, женщины, вообще-то не по циферкам иногда живем. У нас может быть абсолютно свой график, и это тоже часть нормы. Если бы у меня была смещена очень сильная овуляция, там, на конец месяца, например. И тут у нас появляется шанс. Это странное чувство. Ты вроде как уже смирился, принял, осознал. А тут тебе говорят, погодите, ну может быть реально сейчас 6 недель. Мы не слышим чертебиение просто потому, что еще рано. Я сразу вспоминаю свое первое УЗИ. Самое первое, которое было у гинеколога, просто вот так невзначай. Она мне там сказала примерно пятая неделя, может начало шестой. И в общем по датам все опять начало совпадать. Что действительно, ну там было пятая, здесь уже шестая как будто заканчивается. У нас появилась надежда, что сейчас действительно шестая неделя. Самый главный показатель это я. Я чувствовала себя замечательно. У меня было много энергии, никаких выделений, ничего не тянуло. И я пишу своей кушерке, с которой я на связи, что это УЗИ мне дало надежду. Она говорит, отлично, давайте ждать. И она мне посоветовала выделять в день прям несколько минут, но там раз в два часа. Выделять несколько минут на то, чтобы сесть, сконцентрироваться на мысли, на своем теле. И проговорить внутри себя такую аффирмацию. Я отпускаю все, что нужно отпустить и позволяю развиваться тому, что должно развиваться. То есть, если бы я, например, себе проговаривала все время, я отпускаю, я отпускаю, а там живой малыш. Кого я отпускаю? Зачем я отпускаю? А если бы я говорила, пусть все развивается, пусть все хорошо, я бы своими мыслями его не отпускала. А эта фраза, она такая двухсторонняя. И вот с этого момента началось самое, наверное, ужасное время. Потому что, когда ты чего-то не знаешь и живешь в подвешенном состоянии, это хуже, чем когда ты знаешь, что, например, малыш мертв. Это хуже, потому что ты каждый день просыпаешься, может быть, сегодня так вот закончится, а может быть, вот так вот. И просто хочется уже знать. Но мы были заложниками времени, потому что делать УЗИ каждый день вообще бесполезно. Мы должны были выждать хотя бы 10 дней, чтобы посмотреть разницу между УЗИ. Действительно ли там была шестая неделя? Если прошло 10 дней и уже седьмая с половиной недели, то сердцебиение бы точно было слышно. И тогда бы все было хорошо. Если время пройдет и до сих пор шестая, то понятно, что беременность замерла. И тогда бы мы начали действовать тоже. У нас был определенный план. Там подключаем травы, если что, еще есть вариант таблетки, которую нужно выпить. И это все еще совместилось с тем, что происходит в мире. Везде там вот крах, еще и в твоей семье какой-то крах. Мне помогало просто отвлекаться на монтаж, на монотонные какие-то дела. На Еву невероятно, потому что это жизнь. Мне нужно было цепляться за то, что живо сейчас, за то, чтобы не уходить своими мыслями в будущее или в прошлое. Чем больше я находилась в моменте, тем здоровее была моя психика, тем больше у меня появлялась уверенности и опоры. Поэтому Ева, этот ангел лучик света, еще сильнее захотелось за нее держаться. Забегая вперед, это были ложные надежды. Действительно, малыш умер на шестой неделе. Но я не могла позволить себе пойти на госпитализацию, не убедившись в этом. То есть, понимаете, о чем речь? Я все вспоминаю то самое УЗИ. То самое УЗИ у врача-специалиста высшего класса, которая сразу сказала, ну, сейчас шестая неделя, и идите на госпитализацию. Она не допустила даже варианта, что, возможно, оплодотворение произошло позже. Она даже не дала шанс. Чувствовала себя отлично. То есть, она увидела там шестую неделю, но она не предположила даже, что сейчас действительно шестая неделя. Она опиралась на цифры в своем дневнике, которые вот посчитала, посчитала, выдала инфу. А то, что перед тобой сидит живой человек, а внутри него, возможно, тоже живой, и ты бы сейчас отправил его на госпитализацию, то есть, на смерть верную этого ребенка, и послушная женщина, которая не решилась бы слышать альтернативное даже мнение, потому что это какой-то шок, когда тебе об этом говорят, и ты сразу же начинаешь бояться, такой, да, вот сейчас со мной это происходит, ну да, пойдемте, сделаем операцию. Она бы могла убить своего ребенка. Потому что всегда есть шанс, что ты не по календарю живешь, что у тебя, возможно, зачатие произошло действительно позже. Это не мой случай, это не мой, но мог бы быть моим. Я очень рада, что я выждала время, я дала своему организму решить. Да даже если бы у меня закончилось это тоже госпитализацией, это бы произошло с моей стопроцентной уверенностью, что малыш мертв. Я в шоке. Еще, наверное, вторая вот эта причина того, почему я решила поделиться своей историей, потому что врачи даже высшего класса могут быть неправы иногда. И получается, что это наша с вами ответственность за самих себя. Просто хотя бы услышать еще одно мнение. Далее. История заворачивается новым вихрем. Вот я живу в этой неопределенности. Как закончится следующий день, неизвестно. И тут у меня начинаются кровянистые выделения. Маленькие, потихонечку. И для меня, зная уже все, что произошло, очевидно, что, наверное, ну все. Вот это и есть угроза, это и есть выкидыш. Моя акушерка мне на связи говорит, ну вообще-то беременность бывает, что протекает с кровью. Даже это не показатель идти прямо сейчас на госпитализацию. Ну в нашем случае это было бы не знаком пить травы. Она посоветовала мне пить мощные очень травы, которые были бы таким помощником организму самому избавиться. Но это нужно было бы начать пить только в тот момент, когда мы 100% уверены, что происходит выкидыш, что сейчас малыш мертв. Потому что они очень сильно сокращают матку. Просто так в неведении их нельзя пить. У меня начинается выделение, и даже это не показатель, боже мой. И через день после этого у меня начинает тянуть поясницу. Поясницу тянуло как при самых-самых начинающихся схватках. Но чтобы вы понимали, даже это не показатель, конечно же. У некоторых беременных болит поясница. Всю беременность и она протекает хорошо. Жуткие дни, когда ты просто ждешь, когда же твой организм уже сам со всем справится. И ночью 14 марта, я считаю этот день днем рождения моего второго малыша, я проснулась ночью в луже, в луже крови. Это уже было точно не похоже на нормальные выделения во время беременности. Я рада, что это произошло в одиночестве, просто в ванной. Произошли маленькие роды, маленького человечка, который выбрал такой путь. И благодаря той самой встрече с Доулой, на которой произошло принятие ситуации, где психологически я была подготовлена, именно благодаря этому наша встреча с малышом в ту ночь, она была совершенно другой. Она была без паники, она была без горьких слез. Этой ночью все стало на свои места. В том плане, что точно появилась определенность, что это не какая-то развивающаяся беременность при гематомах и при всех вот этих вот сопутствующих факторах, а это все-таки замершая беременность. И та операция, на которую меня отправляли в самом начале, типа вакуума, произошла сегодня со мной ночью абсолютно естественным путем. Я уже на самом деле просто рада определенности хоть какой-то, потому что жить в этой неопределенности сложнее всего. Но сейчас я уже в абсолютном принятии, насколько это возможно, отпустила все и приняла любой исход событий. И вот ночью произошло то, что должно было произойти. Такое-то себе, конечно, зрелище, потому что это как будто мини-роды. Не так болезненно, разумеется. У всех по-разному происходят. У кого-то прям сильные спазмы и дышать тяжело, сложно. Но я чувствовала тянущие боли в пояснице. И мне это напомнило волнообразные схватки во время родов, потому что очень похож сценарий, когда приходит вот это напряжение, приходит боль, и ты идешь в нее. И когда ты идешь в нее, она ослабевает со временем. И это как волна за волной. Я между ними спала. Я, конечно, была очень удивлена тому, что именно выходит, потому что я никогда такого не ожидала вообще. Но, знаете, мне нравится мой трезвый ум. В таких ситуациях я поняла, что это моя сильная сторона, потому что даже когда происходит нечто неожиданное максимально, нечто даже пугающее, у меня эмоции уходят на второй план. И я начинаю очень рационально себя вести, с холодной головой, сделать все, что от меня сейчас зависит. И уже потом, когда все там пройдет, когда все станет более-менее безопасно и ясно, я могу пореветь, у меня эмоции выйдут, я там прочувствуюсь максимально. Но в моменте, когда все происходит, и от тебя что-то зависит, прям машина какая-то, не знаю. В общем, у меня начался постельный режим. Я пью специальные травы, заварила 3,5 литра себе. Вот такой чан. Здесь и пастушья сумка, и крапива, и какой-то еще специальный сбор, который мне акушерка принесла, тысячелистник. Что-то из этого помогает сокращаться матке, что-то из этого именно влияет на кровотворение, потому что очень много крови ты теряешь. Дола сравнила такое состояние после выкидыша, как после родов, ну, раза в три послабее, в плане отношения к себе должно быть. Ну, то есть, если после родов настоящих, там вообще, там, помните, живот подвязываешь, много лежишь, то сейчас просто нужно очень себя оберечь, максимально делать все для себя приятное, отвлекаться. Мне вот монтаж очень помогает отвлекаться. И чтобы рядом человек какой-нибудь был. Ну, я вот сейчас, когда Дениса дома нет, например, в течение нескольких часов, я ему просто отписываюсь постоянно, что все хорошо. Но вообще мы всегда с кем-то. Я всегда с кем-то. Я поблагодарила свое тело за этот выбор. Каким бы горьким он для меня ни был, мое тело умнее, мой организм умнее, моя матка умнее. Она обязательно выносит еще ни одного малыша. Примерно спустя две недели, спустя три недели после выкидыша нужно обязательно сделать УЗИ, чтобы проверить, все ли там вышло. И уже в ближайшие месяцы в шесть, ну, кто как говорит, кто там, три-шесть месяцев, просто восстановление, восстановление цикла, восстановление здоровья. Желательно не планировать новую беременность именно в это время, а просто дать организму восстановиться. В ближайшие выходные мы отправились в деревню, произвели церемонию прощания с малышом. Помните, я вам рассказывала про вот эту куколку? Мы ее сожгли. Перед этим, сказав несколько нужных фраз, отпустив душу, поблагодарив ее. И вся эта ткань, она сожглась дотла, и мы как будто развеяли прах над снегом рядышком с нашим домиком. И так интересно, что прах черный, да, а снег белый. И Денис просто хаотично вот так вот развеял его, и он вырисовался в виде галочки, такой черной галочки на белом снегу. Как будто от вселенной знак, что принято, все хорошо. Мы сами выбираем, верить в эти знаки или нет. Мы сами выбираем, видеть ли эти знаки. Но почему нет, если они дают нам уверенность и опору? На самом деле, в следующий раз, чисто по моему опыту, я бы подождала хотя бы до 12 недели, перед тем, как сообщать всем. Потому что как раз до 12 недели все вот эти риски, все, что может произойти, это очень самый большой процент выкидыша до 12 недели. Собственно, с первой беременностью я так и сделала. У меня какое-то было все равно более бережливое отношение, первая беременность. Я дождалась чуть ли не четвертого месяца, пока не сказала бабушке, там, остальным. Даже не из-за того, что я переживаю, что там кто-то сглазит или что-то будет думать, а только потому, что вот ты всех обрадовал, вот вы это пережили, отпраздновали, поговорили об этом. А потом ты приезжаешь и должен всех огорчать, об этом говорить, поднимать. Это много энергии. А в этот период иногда не хочется этого. И это отдельная глава этого видео сейчас будет. А, собственно, о том, что дальше. Потому что это очень часто такая дыра, неизлеченная у многих остается, травма. Это можно преобразовать в мощный ресурс, всю эту энергию. А можно слить ее на самобичевание, самоуничтожение, вину. Не верить больше никому, ни во что. То, с чем столкнулась я, и я предполагаю, сталкивается каждая женщина. После такого это страх того, что это повторится, конечно же. И это очень важно пережить и избавиться от этого чувства. Но не избавиться в плане загнать его в дальний куда-то ящик. Я не думаю, я об этом не думаю. Это происходит не так. Это происходит, принимая как раз таки. Почему я так много об этом говорю? Почему это вообще единственное, что лечит? Это принятие и доверие. На самых глубоких стадиях, если ты принимаешь, что природа, твой организм умнее тебя, то страха не будет. Но это не факт, что это не повторится. Опять же. Суть не в том, что ты не боишься, и поэтому этого не повторится. Нет. Суть в том, чтобы просто облегчить себе жизнь и не обременять ее ложными, ненужными, мешающими и лишающими тебе энергию страхами. Я бы очень рекомендовала устроить что-то, устроить какую-то для себя церемонию. Самое главное здесь то, что вы договоритесь с самой собой, что это закроет этот процесс для вас. Закроет для вашей психики, имеется в виду. Это может быть просто сессия с психологом, где ты наконец все выскажешь, и проговоришь, и проработаешь. Это может уйти в творчество. Например, я очень хочу, уже записалась на мастер-класс по живописи, по рисованию, и я хочу нарисовать картину себя с малышом на том сроке, на котором он ушел примерно, и нарисовать нас в абсолютном принятии, в гармонии этой ситуации. Не то, что я счастливая, я еще не знаю, а как раз таки в осознании и в такой теплой связи между нами. В это творчество, в эти краски, в эти мазки выписать всю свою боль, все, что ты недосказал, или, может, даже не можешь сказать. Иногда мы и не можем что-то сказать, но мы можем это показать, нарисовать. Это может быть очень терапевтичным. Можно и нужно сходить на массаж, конечно, заранее своему специалисту рассказать о том, что произошло. И это очень, кстати, нужная процедура для вашего животика, для матки, для органов. Я ходила к своей доуле, поэтому это было просто волшебно. Вот это, это то, что может помочь очень-очень многим женщинам. Я не знаю, какие гении создают подобное, но автор Ленка Блажеева. Она сама потеряла троих малышей. Поддержка в горевании по ушедшему ребенку, новорожденному и нерожденному. Исцеление через творчество. Это такой дневник, дневник беременности, по сути. Самое, наверное, важное здесь, что здесь принимается любое состояние женщины и говорится о том, что это нормально. Это нормально чувствовать себя сейчас отчужденной, непонятой. Чувствовать несправедливость, чувствовать ненависть даже к кому-то. Все нормально. Все есть нормально сейчас. Эта книга, это просто терапия. Вот серьезно, если вы не хотите или у вас нет энергии, или сил, ресурса идти к психологу, и что-то лично человеку рассказывать, вы просто хотите это прожить самой собой. Есть такие люди, действительно, которые не хотят чужому человеку фактически все это высказывать. Просто проведите вечер, несколько вечеров вместе с этой книгой. Мне ее показала тоже Доула, я ее заказала в интернете, она пришла ко мне через неделю. Ее не так-то просто еще найти, но в целом, если кому-то надо, я думаю, вы найдете. Она очень красивая, она очень творческая, здесь такие рисунки есть. Здесь можно написать письмо своему малышу, сказать то, что ты хотел бы ему сказать. Письмо медикам здесь также есть. Сюда можно вклеить, кстати, фотографию малыша. Я вот вклеила на первой же страничке наши УЗИ на шестой неделе. Здесь также есть глава письмо моему мужу. Это тоже, наверное, отдельная тема, как касается взаимоотношений между мужем и женой, то, что происходит. Почему вообще я в основном женщинам посвящаю это видео, и книга эта тоже в большей степени женщинам посвящена? Конечно, потому что у женщины со своим ребенком узы привязанности формируются намного раньше, намного плотнее, она его вынашивает под сердцем. Как бы папа ни был рад и поддерживал, точно так же у него гормоны меняются, и он всю жизнь переворачивается. Привязанность и вот такое отношение матери и ребенка, оно не повторить никому невозможно. Все в жизни происходит нам во благо. Нам надо это благо только рассмотреть, увидеть. Я вам желаю всего самого светлого. Благодарю, что даже в такой период жизни вы рядом. Я чувствую вашу поддержку, незримую. Надеюсь, вы ее тоже чувствуете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова